всем привет дорогие друзья сегодня я расскажу о новом флагмане 2014 года телефон называется fly я покажу комплектацию этого телефона расскажу о нем поподробнее у него есть масса достоинств и практически нет недостатков обратите внимание что с ним в коробке идет вот такой вот замечательный такая замечательная зарядка вот очень компактная по сравнению с телефона вот смотрите то есть ну грубо говоря вот так вот на мягенький шнур приятный на ощупь что мне понравилось значит тут есть еще книжечки ничего принципе интересного здесь не рассказано но они цветные заметьте также с телефонами тут идут наушники наушники очень интересные необычной формы я думаю что она сделана специально для того чтобы царапать уши получше ну не знаю не не уверен в этом а есть одна кнопка и прищепка в прищепка кстати замечательная идея вот в прищепке потому что очень часто когда идешь с наушниками они начинают тянуть потому что силой гравитации они трутся и опускаются вниз под одеждой как вы думаете где втыкается в этом телефоне джек 3.5 вы думаете сверху как обычно да нет вы наверное думаете что снизу как у айфона тоже нет на самом деле он сбоку почему так сделано и насколько это ужасно остается только догадываться ну наушники в принципе мы еще послушаем давайте расскажу про то что есть в телефоне вот так вот выглядит телефон замечательным айпи с дисплеем ретина тут практически рамок мы не видим то есть они очень маленькие вы можете видеть по с телефону также в телефоне есть две сим-карты ну что ребят я снял заднюю крышку с помощью неких инструментов которые у меня есть в наличии дома вот тут значит надо поддеть ногтем и открывается задняя крышка вот так вот с легкостью здесь можно в принципе вытаскивать аккумулятор это довольно таки неплохо аккумулятор на 800 миллиампер часов кисти что ты делаешь прысь отсюда вот и хватает его примерно на два дня использования вот также вставляется здесь две сим-карты они находятся под батареей вот у нас слоты для двух сим-карт ребят телефон стоит 790 рублей я думаю за такие деньги вот можете конечно смеяться и говорить что это полная херня то что я сейчас занимаюсь обзором вот этого говна так сказать да но я считаю что должен быть на крайние случаи у человека телефон который всегда будет ловить связи и который будет хорошего качества и очень дешевый если с ним что-то случится например вы пойдете куда-то в бар ресторан потеряете ничего ужасного не произойдет а свой новый новый айфончик оставите дома а телефон двухсимочные какие здесь плюсы во первых что касается звука мне очень понравилось что здесь потрясающие динамики очень громкие то есть действительно слышно человека и в метро и меня слышно довольно таки без хрипов без каких-либо то есть я думал что я получу что-то очень ужасное да но на деле оказался довольно таки неплохой аппарат да он дешевый он легкий как я уже сказал батарея хватает на два дня здесь к моему удивлению есть даже игра друзья здесь к моему удивлению малин когда мы вытаскиваем батареи сбивается и время и дата ребят также в этом телефоне есть интернет но я думаю кроме того что проверить почту здесь больше и он ни для чего и не нужен вот и также есть bluetooth то есть можно какую-то гарнитурку взять или что-либо еще так вот здесь есть музыкальный проигрыватель здесь есть место для флешки то есть можно в принципе слушать музыку на нем друзья давайте послушаем же звук здесь кстати поддерживаться карты памяти до 32 гигабайт поэтому в телефоне можно загрузить большую часть музыки в принципе когда первый раз подгружаем плеер надо кстати разблокировать то он сам ищет непосредственно музыку на карте ну на карте памяти кстати я не говорил про подсветку клавиш они есть и вечером в принципе тут есть и русские и английские клавиши набирать конечно не очень удобно но тем не менее давайте послушаем на звук и 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 то есть что что я могу сказать насчет звука звук звук довольно таки неплохой в наушниках я послушал звук в наушниках вот этих которые идут в комплекте довольно таки неплохо я бы сказал в принципе уши не жмет они не болят как я думал нормально вот эта кнопочка здесь она спасает я думаю что когда вам звонят например то вы непосредственно нажимаете на эту кнопку и разговариваете с человеком вот это микрофон включает и выключает все она не ставит на паузу даже музыку вот по большому счету я пробовал наушники от айфона но я не знаю почему может быть из-за хитрого вот этого вот джека который в айфоне есть да но почему то очень плохой звук с айфоновскими наушниками просто гадость и пробовал с а к гшными наушниками вот такими что могу сказать звук весьма неплохой то есть вполне можно слушать кинуть туда 32 гигабайта и слушать музыку при этом а также тут есть набор эквалайзеров в самом плеере они средненькие меня удивило что можно ставить любую mp3 жку на звонок или на будильник это приятный бонус по большому счету все я считаю что это очень классно но по большому счету никто музыку говорил что часть от нужного спроса была в реализованного для процедурных а цены на недвижимость то есть лучше по вашему повременить с покупкой если у вас сбережения в валюте то да во всяком случае уже к концу этого начало следующего а и не а и и и и Ребят, вы слышите довольно-таки приемлемое звучание. Я бы сказал, даже очень неплохое. Радио здесь классное. А тут такие моменты еще, что погода может вмешаться. Там антициклоны как-то. Ну, вот так вот все звучит. К сожалению, я не могу музыку включить, потому что ее попросту нет. Ну, с музыкой, я думаю, вы разберетесь. Что могу еще сказать? Vibro здесь довольно-таки неплохое. Его чувствуется и в кармане. Меня удивило, что в коробку входят и наушники. То есть, это приятно. И прищепочка вот такая. Да, то есть, ну, это по мне так классно. Телефоном я доволен. Довольно-таки неплохой телефончик. Вы можете посмотреть, как он выглядит. Не жалко такое потерять, разбить, кинуть кому-то в голову. Или если понравится вам девушка, то, например, подарить и сказать, я тебе позвоню. Это будет тоже элегантный ход. Ну, не знаю. Ставьте лайки или дизлайки. Кому понравился, кому не понравился. Обзор довольно-таки необычный. Необычный телефон тоже необычный. Как-то так. Всем пока.